Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по великой книге Тиелим, 51-й псалом. Очень много материалов по этому псалому из древних книг. Вообще этот псалом входит в знаменитые магнитвы Тихун Хацот и завершает даже это. Есть серьезность, такая духовность большая в этом псалме. Первое, что написано, тот, кто говорит этот псалом с разбитым сердцем, перед сном, раскаиваясь в том, что он совершил, ему стираются все грехи. Так написано. Что еще написано, очень интересно, что этот псалом помогает для улучшения памяти. Когда читают того, что ты чувствуешь память, читая этот псалом, он помогает. Кроме того, не просто для памяти, написано, что еще и для постижения, для постижения кабалы и духовных мудростей очень помогает этот псалом. В древних книгах написано, что псалом 51 помогает от заикания. Особенно 17, надо обратить внимание на 17 строчку. И когда читаешь этот псалом, если у человека проблема именно в заикании, надо читать много раз вот этот 17 пэрек, это помогает. В самых древних книгах, которые я встретил, написано, что этот псалом помогает, чтобы не пасть жертвой в руках развратников. Для нахождения духовной миссии. Человек всегда хочет знать свою миссию, он хочет понять, для чего он на земле. Поэтому вот говорится, что этот псалом очень помогает для нахождения духовной миссии. Что еще пишут? Если хочешь прощения какого-то конкретного греха, три раза в день, утром, днем и вечером прочитай этот псалом. Псалом, когда будешь читать, поставь возле себя немножечко кунжутного масла. Вот когда закончишь читать, возьми это масло, немножко помажь себя. Это помогает, естественно. При этом надо покаяться, взять обязательство не делать такой грех больше, а то некоторые думают, помажешься маслом и пошел дальше. Восьмая строка этого 51-го псалма. Пишут, что здесь закодировано имя Боготворящее чудеса. И написано, что если тебе нужен какой-то ответ на вопрос, три раза прочитай эту строчку. Попроси у Бога вопрос, а потом у любого человека, которого ты встретишь первую, какая-то первая фраза или первый вопрос. Вообще лучше все детям спросить, которые учили, какой ПРК, ну и можно и просто спроси, и тебе это будет подсказано. Одиннадцатую строчку читать надо три раза, чтобы понравиться людям, когда ты едешь на какую-то встречу или какой-то у тебя митинг. Хорошо читать, еще раз повторяю, песен первый псалом для улучшения памяти, это писал еще Резаль. Царь Давид молился в этом псалме и просил, чистое сердце сотворил, не дух обновьем, это двенадцатый ПРК. Поэтому написано, что жизненная сила, здесь выводы делают мудрецы какие, что жизненная сила сердца, руха кодыш человека, и нельзя полагаться на человека с ослабевшим духом. Он сам пострадает и других приведет к беде. Такую мудрость выводят из псалма наши мудрецы. Но еще, что связано с цифрой просто 51, Каин не влюбил своего брата Эвеля, позавидовал ему и на 51 день творения убил его. Два самых близких друг другу человека неужились на огромной ненаселенной планете, было только двое. И они уже развязали убийственную войну. Если мы не найдем место для друга в своем сердце, весь мир окажется тесным, говорят мудрецы, комментируя наш псалм. Ну вот, пожалуй, и все. Брахава от Снаха, всего самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok